В Хабаровске окончен суд по делу пятилетней давности, поводом для возбуждения которого послужили избиение и смерть командированного в краевую столицу сотрудника Дальспецстроя. В причастности к гибели монтажника Высотника обвинялся его 47-летний коллега. Первый судебный процесс, проходивший еще в 2012 году, ничем не закончился. Фигурант, находившийся под подпиской о невыезде, покинул город. Три года он находился в федеральном розыске. Поймали мужчину в Краснодаре. Там он успел обзавестись семьей. По словам подозреваемого, в бега он пустился, так как считает себя невиновным, а удары, нанесенные противнику, не смертельными. Показания против мужчины дали его бывшие коллеги. Вина подтверждается показаниями свидетелей, которые присутствовали непосредственно в момент конфликта, в момент нанесения телесных повреждений. Они четко рассказали, сколько было ударов, при каких обстоятельствах. Драке предшествовала ссора, случившаяся в служебной квартире на улице Ангарской. Потерпевший выдвинул приятелю претензию, что он стал слишком много внимания уделять своей новой пассии, в то время как про друзей совсем забыл. Упрек этот не понравился обвиняемому, за что он ударил коллегу в живот. Инцидент на этом был исчерпан. Избитый лег спать. Спустя полчаса ему стало плохо. Мужчина был доставлен в больницу. Врачам о побоях ничего не было известно, поэтому и первичный диагноз был поставлен неверно – воспаление поджелудочной железы. Когда медики обнаружили у больного разрыв тонкого кишечника, уже успел развиться перитонит. Пациент умер спустя два дня после госпитализации. На этом суде фигурант настаивал – приятель мог удариться животом об угол стола. Говорил, что за несколько дней до ЧП он якобы получал производственную травму. Я действительно не виноват. Те действия, которые были свидетели, не было этого. Просто не было и все. Доказать я это действительно никак не могу. Эксперты пришли к выводу, что характер травм не соответствовал несчастному случаю. Мужчину приговорили к восьми годам и трём месяцам колонии особого режима и выплате – 150 тысяч рублей компенсации. Приговор подсудимый будет обжаловать. С места происшествия Валентин Борозняк, Анастасия Кузьмина и Андрей Алфюров.